Городская школа для одаренных учащихся сегодня принимала у себя учеников, которые подавали заявки на прохождение обучения в российско-таджитскую школу. Это второй этап предварительных вступительных экзаменов. Наши камеры запечатлили атмосферу испытания и волнительные моменты для поступающих. Сегодня третий день тестов. В течение дня в школе для одаренных детей города Худжанда пройдут тестирование более тысячи учеников со второго по восьмые классы. Для удобства экзаменующихся процесс был организован в несколько этапов. Сформированы наблюдатели из числа педагогического коллектива, которые помогали детям находить свои классы, подробно объясняли условия задания и как необходимо заполнять экзаменационные листы. Наш коллектив работал над материалами, которые мы с собой привезли. Это тесты для вторых-восьмых классов. Они индивидуальны, непосредственно для школ российско-таджикских. Нигде они никогда не были опробированы, специально были созданы именно для этого мероприятия. Тесты ориентированы на функциональную грамотность. Это такое направление, в котором проверяется и читательская грамотность, и математическая грамотность, и естественно научная грамотность. То есть мы смотрим на способность ученика именно обучаться в российско-таджикской школе. Желающих очень много. Город Куджан в данном случае отправляет учеников, своих детей на этот отбор и жесткий отбор. 120 человек в классе, да, и мы возьмем в одну параллель только 120 человек. А желающих, ну, например, мы возьмем те же пятый класс, там 500 желающих. Сколько человек на место? Математики могут, наверное, посчитать, да, и дать точное количество. Поэтому действительно здесь будут отобраны те детки, которые реально могут обучаться в этой школе. Перед входом на тест все строго. Прозрачная ручка и бутылка воды, школьная форма и, самое главное, отличное знание русского языка. Тесты были разработаны и привезены из России. На решение задания было отведено ровно 40 минут. За это время учащиеся показали уровень своей подготовки. Процедура по отбору учеников, согласно существующим порядкам, будет проходить два этапа. Первый – это тест на знание русского языка. И второе – это собеседование на предметные знания детей, которые изъявили желание продолжить обучение в российской школе. Совместно российской таджикской школе города Худжанда смогут обучаться 1224 ученика. Все делается под ключ. Учебники российские, но ребята будут изучать историю и географию Таджикистана, государственный язык. Все остальное обучение на русском. В целом в пяти российских школах по всей стране будут задействованы 356 учителей-предметников. В каждой школе будут работать по 73 учителя. В целом осуществлен набор учителей на 75%. На оставшиеся вакантные места будут привлечены учителя из России. Новосибирск, Барнаул, Междуреченск, Владикавказ, Омск. Учителя истории, географии, изобразительного искусства, русского языка, математики, литературы будут проживать в городе Худжанде. По окончанию годового контракта российские учителя могут продлить и остаться, а могут и поменять место работы. Наш коллектив сформирован целую неделю. Начиная с 15 августа мы провели собеседование с учителями, которые желали работать в нашей школе. Они прошли собеседование на знание русского языка и также знание своей специальности. Сейчас у нас коллектив сформирован, учителя работают и мы проводим отбор учащихся 2-8 классов. Что могу сказать? Школа работает на бюджетной основе и с 1 сентября у нас начнутся занятия. Учащихся, желающих поступить в нашу школу очень много и пройдут самые лучшие. Пройдут тестовый отбор, а этот тестовый отбор проводится с представителями Российской Федерации. У нас представители Министерства образования Республики Таджикистан. Вот сейчас 26-го заканчивается отбор 8-го класса и будут подведены итоги. Родителям будут звонить и сообщать, кто прошел. Так что ждите, да. А в этом классе за партой силе учителя начальных классов. Целую неделю они будут проходить курсы повышения квалификации. Преподаватели из России знакомят таджийских учителей с российской программой. Чуть позже, в октябре, в столице страны соберутся уже преподаватели-предметники. У нас с 22-го августа проходят курсы квалификации для начальных классов. И вчера, например, у нас были курсы филологии. Сегодня у нас математический курс. С понедельника мы проходили методические курсы, методика преподавания в начальных классах. Эти курсы очень нам помогают, потому что мы очень многое узнали на этих курсах, как преподавать, по какой методике. Учебные пособия, которые нам отправят, уже прислали фактически. И они очень нам важны. Мы многое узнаем. Строительство русских школ ведется в пяти городах страны – Душамбе, Кулябе, Худжанди, Бахтаре и Турсунзаде. Данная программа реализуется на основе сотрудничества между правительством Таджикистана и России. Россия выделила около 150 миллионов долларов на строительство учебных заведений. Школам уже присвоено звание героев и деятелей культуры России.